Девочки, слезайте! Слезайте! Оливия, Мари, нет! Мы любим играть на заднем дворе, но это стало намного сложнее. Дети разбегаются. Кто на горку, кто на качели, кто на домик. За ними невозможно уследить. Лягушка! Лягушка? Где? Смотри сюда и правда лягушка. Смотри. Лягушка. Хейзл! Это лягушка. Райли Паркер, вы ее видели? Идите, посмотрите. Как она прыгает? Да, лягушка. Хочу потрогать. Потрогать? Ава хочет ее потрогать. У тебя получится? Не прыгай на меня. Лулу, это лягушка? Оливия, ты идешь? Нет. Древесная лягушка. Какого цвета? Красная. По-моему, ей рановато в другую группу. Я понимаю, что Адам не хочет разлучать Райли и Паркер с другими девочками и переводить в другую группу. Но я считаю, что они готовы. Я считаю, что в младшей группе им просто будет скучно. Для меня они все очень любознательные. Я не вижу никакой разницы в их развитии. Я знаю, что переход в более продвинутую группу пойдет Паркер и Райли на пользу, но я не очень хочу разделять пятерняшек. Это же не значит, что они первыми пойдут в школу. Нет, такого не произойдет. Просто в садике есть две разные группы для двухлетних детей. Во второе их даже к горшку приучают. Это уже следующий этап. Они первыми приучатся к горшку? Думаю, да. Я немного боюсь, что если мы разделим девочек в таком раннем возрасте, остальные трое отстанут в развитии, и между нашими детьми всегда будет пропасть. Лягушка! Я тебя понимаю, но кое-что мы можем делать дома, чтобы другие девочки подтягивались. Это само собой, но все же... Ладно. Мне кажется, что если мы будем уделять дополнительное время другим трем девочкам, то сможем перевести всех сразу. Хочешь поцеловать ее? Паркер. Как зовут лягушку? Ква-ква, ква-ква. Ква-ква? Ква-ква. Ква-ква.